Здравствуйте! Сегодня 24 апреля 2023 года, 16 часов 45 минут. Я нахожусь на окрашенной дороге при въезде в Чернигов со стороны Гомеля. И здесь несколько месяцев назад построили памятник, поставили памятник защитникам Чернигова, которые погибли в феврале месяце, 25 февраля 2022 года. Вот эти герои защищали Чернигов. Ну, не только эти люди погибли, к сожалению. Много погибших похоронены на кладбищах, на сельских кладбищах, на городских кладбищах в Чернигове. Сейчас я ближе подойду, чтобы было видно фамилии, имена этих людей, которые защищали Чернигов. И, к сожалению, отдали свою молодую жизнь. Приходят родственники сюда, приходят родители, братья, сестры, дети, жены. И цветы здесь посадили, и цветы приносят живые, венки ставят. Вот так, к сожалению, погибают украинские мужчины. Не только мужчины, и женщины, которые защищают и свой родной город, и свою родную страну. Это вот благодаря Карли Купу и его шайке, вот этой вот паскудной, которая в Кремле сидит, которая напала в феврале месяце 2022 года, не объявленная войной на Украину, и несет огромный вред и экономике, и всему живому. Я сейчас ехал 45 километров, запыхался, вот тут подустал, пока доехал сюда до этого места. Поэтому дыхание сбивается. У меня уже такой возраст, что на столько километров уже мало кто ездит в моем возрасте. Вот это вот герои, которые защищали Чернигово, и мы, к сожалению, отдали свою жизнь, молодую жизнь. 98-й год, 22-й год, 94-й, 22-й год, 86-й, 22-й год, 80-й, 22-й год, 79-й, 22-й год и 98-й год, 22-й год. Есть такие люди, которые, наверное, еще и жениться не успели. Вот такая беда с этой войной. Желаю вам мирного неба над головой, удачи, всего вам хорошего. И, наверное, война закончилась, и перестали погибать и военные, и мирные люди, украинцы. Всего вам хорошего, до свидания.